Всем привет дорогие друзья, рад приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у нас с вами интересная или не особо интересная серия. Сегодня у нас с вами Roadkill, все как вы любите. Поступило мне предложение по моим аналам связи приобрести себе BMW. Я знаю, что вы все знаете, какой я любитель. BMW, вот он, BMW, с удовольствием за рулем смотрите. BMW. Поступило предложение, только вдумайтесь, купить BMW E39 с документами и даже на условном ходу всего за 100 тысяч рублей. Мы чуть-чуть пообщались. В принципе, можно забрать эту машину за 90 тысяч рублей. И только вдумайтесь, это ценник не просто ниже рынка. Кузов с документами от BMW E39 в плохом состоянии сейчас стоит от 70-80. Здесь все-таки целая машина, да, она там с нюансами, я сейчас о них расскажу вам, но целая тачка за 90 косарей. Единственный минус, что она в Тамбове находится, очевидно, не в Москве, не в Подмосковье. Если бы она продавалась здесь, Москва, область, то ее бы забрали за 90 минут, за 15, наверное, после публикации объявления. И я решил, ну, как я, вы любите такие видео, я люблю такие покупки, Roadkill и непонятные движения. Я решил ее забирать. Денег у меня нет, но у меня есть кредитная карта, можно будет рассчитаться кредитной картой с человеком и ничего страшного. Как-нибудь компенсируем эти бабки. Машину я хотел бы взять вообще на перепродажу. Не знаю, честно, что из этого получится. Возможно, вдруг она мне так понравится, что я оставлю ее себе. У меня BMW E39 еще ни разу не было. Была 36-я, было 2-3-4-ки. Ну, разные машины были. Даже 38-я, 53-я, X5-я. Вот сейчас X6 и E71. Но 39-ки у меня еще ни разу не было, и это был бы неплохой интересный экспириенс. По машине она снята с учета. Сейчас документы все есть, купли-продажи есть. Машина снята с учета и, соответственно, никаких запретов, арестов на ней сейчас в данный момент быть не может. У машины есть один огромный нюанс, почему она продается так дешево. Внутри машины произошел пожар, и часть салона пострадала. Как вы понимаете, я в эту тему вписался в делюгу, поэтому набрал с собой все свои рабочие рюкзаки, инструменты. Вот рабочий рюкзак с инструментом, тросами, крокодилами, прочим говном. Вот инструмент, 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 тормозуха, вода сзади лежит. А тема какая? Ехать мне не с кем, потому что до Тамбова 7 часов, 6,5 часов плюс-минус. Там часик на все эти дела, я думаю, на утрясение вопросов. И обратно еще 6,5 часов ехать. То есть у меня все это должно где-то обернуться в 12-13 часов. Возможно, заночую в Тамбове. Машина по самому низу рынка. Я посмотрел, это самая дешевая 39-ка на ходу и с документами во всей России. Что мы с вами покупали самое дешевое? Вот X6, самый дешевый во всей России. 15-ку, самую дешевую во всей России мы покупали. Четырку, помните, за 15 тысяч рублей. Черную, на которой я зиму отъездил. И теперь у нас на очереди BMW E39. А, как я мог забыть, олды канала, кто пару-тройку лет на меня подписан, могут еще вспомнить E36 за 105 тысяч рублей. По самому низу рынка. Это была первая цена по всей России. Короче, парни, это будет максимально интересно. Поедем на Викиной машине, чтобы мы конвоем потом с ней дальше уехали. То есть поедет Бэха, а за ней Вика на Киа. Ехать в Тамбов будем на Киа. Почему на Киа? Потому что расход меньше в половину, ну как минимум. И потому что Вика на X6 обратно из Тамбова уехать, ну вообще, никак не сможет. Это Unreal. Поэтому сейчас буду перекладывать вещи в ее машину. Собираемся, затариваемся там кофем и прочим. И отправляемся в долгий, интересный путь. Так, ребята, ну все. Мы выехали. Сегодня мы с Викой едем. Она обратно едет. И мы едем на ее машине. Пока все нормально. Только отъезжаем от дома. Получается у нас 5 часов 38 минут по платной дороге. Там, по-моему, 2 платные дороги будут. Вот, 520 километров нам осталось. Прибытие в 2 часа ночи 15 минут. Вот, видите, да? Сейчас надо заправиться, взять кофе и воды в дорогу. И все. Сейчас посмотрим, какой трассовый расход у Киа будет. Сейчас расход 10,7 литра. Но это расход городской. Я думаю, трассовый составит литров 7-6,5. Это очень хорошо. Это очень выгодно. То есть на Бенз мы потратим в 2-3 раза меньше, чем если бы мы на X6 поехали. Да, X6 это комфорт, это понт. Но эта тачка тоже достаточно жирной комплектации. Здесь все. Есть климат. Здесь есть автомат. Здесь есть сидение с регулируемой спинкой. То есть она надувается. Поясничная поддержка на сидухах есть. Но неплохая машина. То есть хоть Киа, но прикольная. Все. Следующая остановка на заправке. Заправляемся, берем кофе. И выезжаем в 2 ночи. Надеюсь, будем там, что все пройдет без происшествий. Ну все, заправились на полторашечку. Должно хватить до этого. До Тюмени. Тюмени. Какуда мы едем? Тамбов. А. Миша хочет. Вика хочет в Тамбов. Абахи-бахи-бахи-бахи-бахи-бахи там. Вика хочет в Тамбов. Ебэху-баху-баху купим мы там. А я насрал. Тут на заправке жестко. Я ебался прямо здесь в очко. Нет. Это сказал. Что? Анастасия, блядь, он слышит, что я пою. Блядь, ебать, дед услышал заправщик. Все, кофе взяли, я покакал на дорожку. Всегда, когда едете в долгую дорогу, покакайте перед этим. Я на ЦКАД сейчас еду. Под ЦКАД уехать час двадцать. И там нет ни одного съезда, чтобы посрать. Я там уже застревал так, что у меня накрывала диарея на ЦКАДе. Никому не пожелаю в жизни такого. Потому что приезжаться там некуда. ЦКАД это такая дорога, куда сразу подъезжают аварийные группы. Если ты на ней останавливаешься, там везде камеры висят. Когда они видят это по камерам, и сразу тебе подъезжает аварийная машина, которую ты должен будешь оплатить, если ложный вызов, так скажем. Все, едем. До Тамбова еще пятьсот километров. Думаю, успеем еще выйти с вами на связь, увидеться и пообщаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, мы находимся под Тамбовым. Час тридцать осталось, час сорок до места назначения. Навигатор предупреждает, что на месте нашего проезда есть неровный участок дороги. Ну ладно, хрен с ним, рискнем, проедем. Все-таки Киа это внедорожник, я считаю. Так, что? Сейчас пока покушать заехали, кофе тоже взять. Едем уже, получается, три с половиной часа. Пока вот без остановки. Ну, может, чуть побольше, трех с половиной часов. Ах, я пойду помогу Вике забрать все вещи. И-и-и, кубач! Тонус, принес тонус. Двести километров подряд не было ни одной нормальной заправки с магазином, с кофе, ничего там. Ну ладно, не двести, сто, семь из кмэ где-то подряд. Он взял хоть хот-доги, пожирать немного. Вообще отвратительная трасса. В Нижний мы ехали, все было шикарно. Везде цивилизация, ну, то есть везде какие-то доступные магазинчики, все было. Здесь шаром покати. Вообще не населенных пунктов. Скопин знаменитый проезжали. Скопин, это, кто не знает, город, где маньяк вот этот великий, так скажем, попавший в историю, держал двух девчонок, по-моему, пять лет. Ну, мы смотрели так, Криминальную Россию про него на Гудгейме пару месяцев назад. Все, Вика идет, кушаем, пьем кофе и встретимся, наверное, уже в Тамбове. Вот он, Тамбов, пожалуйста, Стелла. 1636. Это, наверное, скорее всего, количество жителей Тамбова. Всем жителям, 1636 жителям Тамбова я передаю большущий привет. Красивая Стелла. А то я пол России проехал с Яката на Ик-6. И даже нигде, не в Уфе, там все города, которые я проезжал, не увидел красивых Стелл, по крайней мере, по пути моего следования. А здесь вот такая парадная Стелла. Вот, машина, собственно, довезла. Ну, главное, чтобы она еще обратно довезла. Киа-то хорошая машина, лучшая машина. Я вот мечтаю о Солярисе, но пока, к сожалению, не достиг этого уровня. Новый Солярис, 22-го года, такой шикарный, чтобы был корейский. Чтобы там было мультимедиа, Android Auto. Очень хотелось бы. CarPlay. Все, ребята, мы в Тамбове, я написал парню. Нам 15 минут до него ехать. Все. Сейчас постоим, пофоткаемся и увидимся, наверное, уже у BMW. Ребят, я приехал, встретился с человеком и первый тест-драйв решили сразу сделать. Знаете, что я вам хочу сказать? Когда я сюда ехал, я ожидал чуть другого. Машина не на коленях. Она не на коленях. Здесь нет машины. Здесь нет машины, блядь. Охуеть. Все, кто помнит, пацаны, мою покупку 36-й, спонтанную и тупую. 36-я была в состоянии новой с Германией, короче, прям пригнана. Блядь, здесь нет салона. Ну как, это я знал, но... Это просто такая корчалыка, блядь. Ее бы на стол прямо сейчас это развалить. Не, оно едет, я не говорю ничего, но... Вот приборочка у нас, можете посмотреть, понаблюдать. Вот такой салон красивый. Ну, останки, останки салона. Остов салона, так скажем. И это вы еще не видели общего масштаба, так скажем, пиздеца. Блядь, оно, конечно, едет, но... Вот как ты думаешь, оно... Сколько оно так сможет ехать? Ну, я... Даней, два года, два, 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 проезжал. И все? На дом просто по городу. Это просто жесть. Блядь, я еще в шоке. И это ладно, но надо сейчас будет остановиться, просто показать саму машину немного вокруг. Вот такого... Люка нету, ребят, ну как нету? Он снят полностью с механизмом. И тут свежий воздух имеется. Мотор... Ебать, блядь! Мотор даже работает. А, пацаны, у нее пружины две сломаны задние. Полностью сломаны. Прям в три сложились. Короче, это дагестанское занижение ничто по сравнению с вот этой 39-кой. У нее вообще нет пружин. То есть она сломалась в двух местах. И правая сильнее левой. Но она лопнула симметрично, значит. Я не знаю, или в это... Смотри, пацаны болгаркой спилили, но вытаскивать не стали. Типа оставили так. Все равно занизилось же, блядь, но занизилось. Вот где? Сейчас, сейчас. Как раз тормоза посмотреть. Так, какой-то, блядь, оттуда, наверное, тормоза. Парочка, наверное. Так, вот здесь мы, да? Да. Ой, блядь. Охуеть, мне что-то отваливается. Слышишь, с переднего права? Либо рычаг, либо этот. Да нет, время не надо. А? Это что было? Парух. Парух. Это вообще поступило. Вот с замком одна проблема, он немного вялый. А, нет, слышь, заработал, смотри. А, ну-ка, заработал. Зажигание включается без ключа. Ну как, зажигание у тебя вот... А, вот, все, смотри. Смотри, смотри. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я понял. Так. А капот можно, да, дернуть? Он работает, трос? Да, да. А, круто. Он что-то немножечко не зафиксирован. Ай-яй, сатана. Это автоподбор. Толщик можно ее пробить? Не знаю, может, не стоит. Думаешь, она шпаклевана? Тут из колхоза сигналы. Ага, Волга. Это какого-то, или от Волга. Это Волга. И дубляж на ту фару. Подожди. Это свет такой, да? Это реально свет ее, то есть. Да. А этот течет. Немножечко подтекает. Там вообще есть что-то? Наверное, не лучше, конечно, идея его. Но можно... Нет, довлека пока нет. Да, она не играет, не нагрелась. Там что-нибудь есть? Еще проверим. Это В12, да, двигатель? Это В16, как на Чероник двигатель. А, понял. В16. Там даже какая-то кашка есть, прикинь. Волтыхает. Ну, разумеется, ксенона у нее нет, это галоген. А, консайлер работает? Не знаю, не пробовал. Что-то, кстати, хотела бы сейчас заезжали, и... Она просиркалась, и мне искры оттуда шли. Откуда? Снизу, где задний колон. Я тебе говорю, там пружина в три сломана. Сложено просто. Блядь, я, ну честно, я не то, что к тебе претензии, я думал, она чуть-чуть получше, но прям вот самую малость. Волонтерная, ахренятие. Разрекатная. Какая нахуй разница, какой у нее салон? Не, ну хотя бы, без дырки лежат. Да это можно заклеить скотчем, вон, купить в круглосутки обычным. Это-то какая разница, что у нее дырка. Причем тут ее салон, блядь, охуеть. Шатай рулем, пожалуйста. Посмотреть хочу. Так не уедь на меня, посмотри, нейтралка там или голову раздавишь. Давай-давай-давай. Звон прям. Он бьется металлом об металл. Сейчас сзади посмотрю, что там. Так. Блядь, а у нее бензобак. А, у нее выхлоп лежит прямо на земле. Прямо, блядь, на земле. Пружины покажу людям, чтобы не подумали, что я пиздобул. Когда я сказал, что она на три поломалась. Посмотри отсюда. Вот она, на три сломана, видишь? Видишь ее? А, нихуя. И вот там на второй такая же история. То есть кто-то когда-то сломал один виток. Потом у нее два еще сломалось. И, ну... Ай, блядь. Пиздец. Полный, блядь, пиздец. Я охуею. Сейчас, это вы полбеды. Я людям покажу просто проводку. Блядь, как вы не решили-то эту проблему, то, что она горит. Вот тут пожар случился. Вот тут. И, соответственно, соответственно, вот это вот, вот это вот все может, наверное, наверное, в теории, я не настаиваю, но загореться второй раз. О, железочка какая-то. А, это молдинг. Салон был приятный, велюровый, когда-то. Ну, а багажник так не открывается, надо ключом его. Тут, короче, погоревший бетолин. BMW Company. О, блядь, CD Changer. Тут почти эта хуйня вся в сборе. Ай, сатана, красиво, красиво. А, если габариты включить будут, хоть фонари гореть, хоть как-то. Ну, они работают. Тихо ты. Там что-то из ядерных взрыв сейчас будет. Ну, красиво, знаешь, они, смотри, стрессингами идут. Не, не, они стрессингами, да. Да, да, да. Не подключено. Ну да, то прогони, просто интересно, что у нее отваливается. Только не очень сильно едет, чтобы я послушал, хоть что стучит у нее еще. А, дисков тормоз... Блядь, я не подснял, знаешь что? Я не подснял этот. Ты знаешь, что там с тормозным диском? Там кусков нету его, блядь. Давай-давай, побыстрее. Что можно исключить из этой машины, чтобы она стоила дешевле гораздо? Я понял, это не машина. Но я в плане... Нет, вот я имею в виду, вот мне по сути, я так сейчас посмотрев машину, я понял, что мне нужен только мотор с ней и коробка. Это пиздец, за 90 рублей, ну, блядь, он не стоит мотора и коробки. Просто полный пиздец. У нее нет ни одного живого элемента. Не то, что я рассчитывал, что она будет не гнилая, но она просто вообще мертвяк. И в ходовке, в ходовке, пизда. Вот, смотри, сейчас, может, мы встали не под правильным углом? Да, 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 посмотри, блядь, от него отлетели уже верхние эти канты. Видишь, то есть прям кусков, ну, вот. Да, это относительно нормально. Да ты заебал, какой нахуй нормально? Да серьезно я такое видел, знаешь, как раз. Что с ней можно сделать, чтобы она стала машиной? Мне просто интересно даже, блядь. Вот что? Это полный ахтунг, блядь. Дверей нету, днище порогов тоже. Рост, зато Ростелеком, блядь, покупайте. Вот, смотрите, ребят, у кого интернет, ну, нужен дома в тамбое, вот, звоните. 800 450 0450. Надеюсь, Ростелеком эту интеграцию оплатит. Ребят, короче, поразмыслив, обмозговав, я все-таки, ну, блин, я не смогу ее взять, ни при каком раскладе, даже в теории на эвакуаторе. Мы позвонили сейчас в эвакуатор, типа, 20 тысяч рублей, они готовы, в принципе, отвезти ее в Москву, но, блин, это совсем мертвяк, ну, прям окончательный. Типа, ну, мотор хорошо, с коробкой с нее можно снять, но у нее нет ни одного живого элемента, вообще ни одного живого элемента. Кроме, ладно, колес еще, возможно, да, которые можно продать, и все. И на этом автомобиль кончается, к огромному сожалению. Машина интересная, честно, если бы у меня сейчас были более шальные деньги, так скажем, я бы ее, конечно, забрал. Но чисто ради угара, ради трэша и ради ее уничтожения на видео, допустим, об столбы, об грязь, ну, покататься по полям на ней было бы интересно. BMW, я думаю, не одна, хотя нет, какая-нибудь доживала так свою судьбу, это было бы классно. То есть, последний вот такой ролик с ней, именно финальный для этой машины, как для машины, как таковой, и все, ее бы не стало. Поэтому даже так, блядь, я не знаю, что с ней потом делать. Типа, если бы вот сейчас эти деньги были лишние или шальные, я бы въебался прям сразу. Но перепродать, я думаю, даже если я поставлю за 115 сейчас по приезду, она мне выйдет под ключ 103 где-то, я сейчас в голове посчитал. 115, даже если я поставлю по приезду, вряд ли ее кто-то купит за 115. Я очень в этом сомневаюсь. Ну, из-за мотора, опять окей же, но мотор комплектный стоит 67 с гарантией хоть какой-то. Здесь, очевидно, можно послушать, покататься, но, блядь, за стуками, забыль прочего, особо мотор не поймешь, как работает на оборотах. Я уверен, даже что ты сейчас продашь ее за эти деньги. Это 100%, это даже не обсуждается. Сначала клапана машнят, а потом едут. Вот какая красавица. Эх, блин, обидно, обидно, очень обидно. Вот это мощь, сука, немецкая. Мощь и сила. Это классная тачка. Серьезно, это не сарказм. На такой по району валить, вкатанном вкруг. Блядь, я это рано сделал. Хотя, ты можешь подтянуть чутка. Эх, такая красивая, но не моя. Я так и вижу, как бы я ее серебрянкой покрасил. Слушай, обновил ее. Но не для меня росла. Что, ребят, 5 утра в Тамбове. Прощай, BMW. Было очень приятно с тобой познакомиться. Очень жаль, очень жаль, что не приобрели. Сейчас я вам раскидаю быстро, вкратце. Я прошу прощения за задержку. Вика, ты, конечно, рада, что мы ее не купили, да? Я вижу, ты очень рада, что мы ее не купили. Короче, на что, на чем мы сошлись с хозяином? 72 и эвакуатор с меня. Я не покупаю. Вот последняя договоренность какая была. 72, эвакуатор мой, эвакуатор 21. То есть это выходит 93 тысячи. Я сюда ехал по платным дорогам, заправил на 3000 машину. Все это мне выходит где-то в 101-102 тысячи под ключ. То есть эта тачка для меня в Москве, у меня у дома, стоила бы 102 тысячи рублей под ключ. У машины нет ни одного живого навесного элемента, ни одного. Капот под вопросом, на нем есть два рыжика же здоровых, уже догнили. И мотор. Мотор нельзя проверить нормально, потому что машина не едет. Машина просто, блядь, по земле крутится. Там, ну, 40 на ней можно по городу ездить, мне кажется, не больше. Дисков тормозных нет, поворотных кулаков нет, ничего нет. Хер его знает. Вот эту машину мы взяли за 170, например, в Киеве. И считаю 170, ну, была за нее идеальная цена. Она, даже с вложениями, она вышла в 230, наверное, тысяч, вот эта машина, на которой мы сейчас до Тамбова доехали. Эту Бэху, сколько ты в нее не вкладывай, она не станет лучше даже ни на грамм. Очень жалко, пацаны, честно, очень жалко. Я расстроен, я расстроен. И, по-моему, даже из этого целой серии не получится. Хотя хер его знает, сейчас монетизации нет, мне еще поебать, что снимать. И можно выкладывать даже такие видосы. И самое смешное, что, в принципе, наверное, договоренность-то будет действовать. Мы можем по приезду домой просто попросить его кинуть ее на Эвик. И она будет у меня через 3 часа, через 5 часов. Прощай, Бэхо, ты мне понравилась, но, блядь, я, мне кажется, сегодня посмотрел на самую-самую-самую-самую-самую убитую Е39 в России. Потому что мы начали рынок смотреть объявлений 39-х по России. И даже, ну, самый низ рынка, самый низ рынка, не в таком плохом состоянии. По кузову, по крайней мере, и по визуалу. То есть, выглядят они лучше. Такое, скорее всего, разбирают, ну, мотор снимают, какие-то силовые агрегаты, ГУР, там, прочее, Кандей, и сдают на металл кузов. Потому что я бы в это вписался, если бы металл, как раньше, стоил 25-26 рублей. Мы бы ее сейчас разобрали, свапху, я бы комплект с нее сняли, проводку сняли, ЭБУ сняли, мультимедиум мы бы с нее сняли. А кузов на металл, там, тонна была бы точная, это 25 тысяч рублей. То есть, оно бы, вся эта лотерея стоила бы того. То же самое, я бы ее купил, если бы была монетизация, ролик с ней собрал бы 1040 рублей, 30. То есть, там, 250 тысяч просмотров на Ютубе, это где-то 35 косарей рублей в среднем. Раньше это было 500 долларов. То есть, за 250 тысяч просмотров ты получал 500 баксов. И это тоже отбило бы очень хорошо ценник. Но не в нашем случае. Монеты нет, донатов таких жирных нет, по 50 тысяч, чтобы кто-нибудь закидывал. Это не байт на донаты, просто говорю. Не хвастаюсь. И, короче, с этим всем, в связи с этим всем, покупка и целесообразность покупки множится на ноль. Нахуя она мне нужна? Ну, хорошо, я на ней покатаюсь по дворам, на тонированной. Я ее затонирую, баллоном подкрашу, чтобы она не была такой уродливой. Дальше-то что с ней, блядь, делать? Как мне ее реализовать? Вы мне можете написать. Можно снять мотор с нее, типа. Можно снять с нее караба, спустить ее на дербан, снять часть салона, продать тот же щиток, там показали и прочее. Это все надо где-то хранить, парни. Это все надо где-то разбирать. Это все нужно где-то сортировать, мыть и раскладывать в полиэтиленовые пакеты каждую деталь, чтобы она была целая, чтобы она была товарного вида. У меня нет склада, у меня нет стеллажей, у меня нет каких-то сухих погребов, где можно было бы хранить, например, элементы салона, которые рано или поздно продадутся. Там деревяшки были целые, они все в хорошем состоянии. Кассетник целый, тоже в нормальном состоянии. Мультимедиа, усилитель сзади, CD-чейнджер, это все продастся, но вопрос в другом. Где это хранить до продажи? И типа, это как дать в рассрочку кому-то на 5 лет. То есть я бы ее сейчас купил, даже вот если бы мы строгрались за 60, хорошо, и эвакуатор. Мне бы она 90 стоила под ключ в Москве. Что бы я с ней, блядь, сделал там в Москве? Это все очень печально, очень грустно, но, к сожалению, жизнь такова. И наша поездка, сколько мы? 8 часов, наверное, да, уже затратили на это все? Мы сейчас вот час разговаривали, общались, сидели. То есть наша там 8-часовая поездка, это очень грустно и, ну, немного на дизмораль вывело. То есть я все-таки ожидал лучшего. Такой убитой машины не было еще ни в одном выпуске. Вот это первый выпуск с такой, с настолько мертвой тачкой. Купил вот такую себе кружечку сувенирную, тамбовская волчица. Волчица хотел прочесть. Made in Russia, сделана в России. Я патриот России. Сейчас стою в таком прекрасном месте. Здесь вид на жилые домики. Низину, так называемую. Здесь так уютно, блин. Все зеленое, все красивое. Вот сейчас на заправочке тормознулись. Кофе взяли. Сейчас поедем, блин, обратно. Красиво. И хоть какой-то сувенирчик себе на память. Из Тамбова. То, что я здесь был. Не зря же, блин, прокатал столько денег по платкам. Согласитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эх, ребята, полпути преодолено. Посмотрите, какие красивые бескрайние просторы. Какая красота. Какие поля. Вот это скриньте и на заставку ставьте. Windows XP. Безмятежность. Я считаю, что это именно она. Безмятежность. Вот так должна выглядеть. Ну а мы что? Мы едем. Все еще едем. И уже задолбались. Вот так. Вот на заставку. Лицо крупным планом. Я же доставлю. Не надо. Ну что, друзья. Вот я и в гараже. Разгрузил обратный инструмент. Зря только, блин, час целый собирался. Выбирал, что же мне взять для такой долгой дороги. Все на базе. Акум на базе. Волга стоит. И раз уж серия сегодня такая жиденькая получилась. Без Роткила. Без поездки. Крутой. Расскажу вам немного новостей по Волге. На данный момент времени что у нас здесь. Приехала ко мне помпа из Ростова-на-Дону. Вот она. Новая. Ну как новая. С переборки. Вот. Термостат я сам заменил в ней. Короче, свой поставил новый. У меня дедовские запасы были. Термостат я поставил дедовский. Который мне отдавали с машиной. Вот. Сейчас покажу вам. Вон он термос. Ну он немножечко такой. Чуть тертый. Но он новый. Видно, что им никто не пользовался. Просто чуть-чуть коррозия по нему прошла. За эти там 30 лет. Сколько этому термостату лет. Вот такая помпа. Вышла она мне под ключ. 2650 рублей. И проблема была в поиске. В поиске вот этого шкива. Сраного. И вот этой гайки. Которую тоже хрен найдешь под эту резьбу. Вот. Шкив и гайку. Я уже, наверное, в серии с Волгой расскажу вам. Это было настолько непросто достать. Но теперь помпа, по сути, готова к работе. И требует только установки. Собраться с силами. Установить. И тому подобное. Отмыл проставку. Алюминиевую. Вот. Отмыл сам шкив. Посмотрите, какой он охренет. Да? Вот так шкив должен был выглядеть. Для ремня. Кто помнит, короче, первую серию. Ну, вторую. Когда мы там снимали. Все это хозяйство. Тут столько солидола, грязи, дерьма было. Самое смешное, что солидол был вот в этих областях. Вот. Где ремень еще ходит. То есть, как ремень должен крутить шкив. Если внутри солидол, я не знаю. Дед, походу, смазывал солидолом сам шкив внутри. И ему это типа нравилось. Ну, ремень лучше скользит. Также помпа у меня стояла чуть другая. Вот. У меня датчик температуры. Стоял вот здесь. Вот тут он стоял. Вот тут. А здесь у нас идет патрубок. Здесь у нас под печку идет. Или на термостат. Но неважно. И резьбы здесь не соответствуют. То есть, надо будет мне заглушить как-то вот это отверстие. Вот это. Вот этот обрубочек маленький. На печной шланг. И как-то ставить сюда датчик температуры. Потому что иначе температуру на Волге показывать не будет. Ладно. Это уж такие. Кастом мелочи. Прокладку изготовили. Это меня замат сделал. Прокладку. Герметики я купил. Все купил. Прокладка есть. Помпа есть. Шкив есть. Все. Ни шумов, ничего. Ни люфтов, ничего. Помпа действительно после полного ребилда. Из-за такие копейки. То есть, мне ее реально это прям счастье, что мне повезло. Помпу от 24-й Волги. Не обращать внимания, что я так ее беру. Она 6 килограмм весь. Что мне помпу от 24-й Волги удалось найти за 2650 под ключ. И по шпилькам. Шпильки я не смог купить в головку. Мне пришел сосед мой и говорит. У меня есть такие шпильки под ГБЦ от Соляриса. Говорит, тебе подойдет? Он мне принес 4 болта от ГБЦ Соляриса. Он недавно перебирал головку на Солярисе. Вот он пошел. Видите, смотрите. Все. И он говорит. Так что ты, Вола, ебешь? Говорит, изготовь из них шпильки. Я тебе эти болты подарю. Они мне не нужны. Я, говорит, старые уже купил. Ой, новые уже купил на ГБЦ. Старые мне не нужны. Вот. Он мне дал 4 таких болта. Их надо просто подрезать под номинал, под размер. И будут 4 идеальные шпильки. Шикарно. Вот просто он меня спас. Я эти ебаные шпильки не мог нигде найти. Нигде купить. Я объездил 6 магазинов. Вот что я купил. Последнее. Я уже думал вот так колхозить. Болты. Просто хотел болтами закрутить и гайки подложить с этими. Как они называются? С шайбочками Гровера. Ну, короче. Пару шайб. Шайбу Гровера в самый конец. И гайку какую-нибудь. И вот так вот на такие болты закручивать помпу. Видите, до чего колхоз уже у меня доходил? То есть в моих мыслях, в моем воображении уже вот эта идея с болтами. Я их купил вон 6 штук разных. Она была не такой провальной. Также должен встретиться с токарем на днях. Сделать переходник под штуцер. Вы мне молодцы. Посоветовали очень дельную идею. Сделать у токаря, выточить у токаря переходник под штуцер. Чтобы здесь просто выходил штуцер, который закручивается во внутреннюю резьбу. Из него выходила маленькая такая ответвление. И мы вот тут через шлангу пропустим бачок и поставим его вот здесь, допустим. Это вы молодцы. И вам большое спасибо. Просто пока все токари на выходных либо пьют. Я думаю, вы знаете, что такое токарь и какая-то профессия. Я позвонил трем людям. Они все говорят, ну мы на выходные. У нас пиво, водочка, все остальное. Можно два, кстати, изготовить на всякий случай. Вдруг кому-то такой же колхоз пригодится когда-нибудь. Всем большое спасибо за то, что посмотрели сегодняшнюю серию, ребят. Ждите продолжения волжанки. Надеюсь, что будет она уже в течение недели. И мы все-таки наконец-то выйдем на ней в город. И доедем до Азамата. Я с ним уже договорился. Будем с ним маслать тормозную систему и пытаться привести ее в чувство, чтобы она могла хоть как-то ездить и тормозить именно своими силами, а не ручником. Давайте, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!